Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 15 за выходные. В Сарове растет число зараженных коронавирусом. В выбоенных и ямах. В каком состоянии находятся городские дороги? В ГИБДД напомнили о правилах дорожного движения для юных велосипедистов. Далее расскажем обо всем подробно. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией с бюджетов всех уровней потратят 500 миллиардов рублей. По его оценке, это сопоставимо с затратами на всю программу модернизации первичной медико-санитарной помощи. Помимо этого, Владимир Путин дал распоряжение возобновить оказание плановой медицинской помощи в России. Речь идет о восстановлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. Границы нашей страны пока останутся закрытыми для иностранцев. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле еще не решили, стоит ли открывать границы для иностранных гостей к Параду Победы 24 июня. При этом режим закрытой границы не распространится на официальной делегации, в том числе и на тех, кто приедет на парад. По состоянию на 1 июня в России зафиксировано более 400 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявлено 9035 заболевших. Из них 40% у контактных лиц без клинических проявлений. Также за день зафиксировано 162 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 4855 человек. На протяжении недели в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 1 июня зафиксировано 315 новых случаев заражения. На верификации еще более 350 тестов. Как отметил губернатор Глеб Никитин, отчасти такой подъем связан с увеличением объемов тестирования, но во многом обусловлен тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он глубоко ошибается. Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку. Ходят в общественных местах без масок и перчаток. Спокойно собирают компании друзей за городом. Я не хочу никого пугать, но такое безответственное отношение сразу же приводит к росту числа заболевших. «От того, как вы будете сейчас соблюдать нормы безопасности, зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших детей, родителей», – призвал Глеб Никитин. При этом с 1 июня в области возобновили совершение богослужений во всех храмах, расположенных на территории региона, с участием прихожан. В храмах с площадью молельного зала не более 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на один квадратный метр. В храмах с площадью молельного зала более 400 квадратных метров могут присутствовать до 100 человек. Нужно носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. За все время эпидемии в регионе зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 3800 нижегородцев. Еще около 3700 находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. В больницах находится 2470 человек с диагнозом коронавирус. Растет число заражений в Сарове. С пятницы число больных выросло на 15 человек. Почти все последние случаи заболевания в городе стали следствием посещения саровчанами окрестных деревень. Поэтому принято решение ввести более жесткие ограничения по выдаче всех видов временных пропусков. Горожанам рекомендуют по возможности избегать выездов за пределы города. Особенно в районах, где сфиксированы высокие показатели заболеваемости. Минимизировать количество контактов. Соблюдать правила личной гигиены. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. При первых симптомах недомогания вызвать врача на дом. Также внесены изменения в регламент работы кладбища. Теперь на его территории могут проходить не более 10 человек для участия в похоронах и не более 2 человек для ухода за могилами. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Опрос высшей школы экономики показал, что треть граждан России не верит в эпидемию коронавируса. Еще 23,2% жителей считают болезнь выдумкой заинтересованных лиц. Также 9,6% считают, что опасность эпидемии преувеличена. Как показал наш опрос, в группах Канала 16 большинство соровчан в эпидемию верят, но считают ее масштабы раздутыми. Около 15% в статистику не верят, считая, что государство нас обманывает. Верят в эпидемию и в правильные цифры статистики больше 12%. Не думает об этом почти 10% участников опроса. Еще с зимы от соровчан непрерывно поступают жалобы на плохое состояние дорог. Раннее потепление и постоянные переходы температуры через ноль способствовали образованию выбоин и глубоких ям. Ранней весной их заделывали щебнем или заливали асфальтобетонной смесью. Но долго такой ремонт не держался. Что происходит с дорогами сейчас и кто должен контролировать их состояние, расскажем далее. После теплой зимы с таянием снега обнажились дефекты дорожного полотна на Саровских улицах. С начала весны от автомобилистов регулярно поступают сообщения о его плохом состоянии на отдельных участках. Если поехать в сторону заездов, то все разбито. Здесь сочистных тоже разбито. Весь город разбитый. Делают так, что залепят, и она вылетает все у них. За последний год я вижу, что намного хуже стало состояние дорог. Работ не вижу. Хотелось бы применить ненормативную лексику, но поскольку это будет показано по телевизору, постараемся словами тем, которые есть. Дороги в состоянии ужасное. То есть из года в год все хуже и хуже. Потому что это напрямую угрожает безопасности дорожного движения. Потому что водитель не контролирует ситуацию на дороге. Он постоянно ищет ямы, чтобы не убить свою машину. Обязательства по ремонту дорог лежат на подрядчике муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии. Бюджет действующего контракта 17 миллионов рублей. Подрядчиком по действующему контракту является МОДЭ. В рамках этого контракта планируется выполнить примерно 25 тысяч квадратных метров покрытия асфальто-бетонного дорожного. Работа уже выполнена на улицах академика Харитона. Ведутся работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия на улице Дорожная, улице Балыковская. После этого будет улица Садовая, большая коммунальная. Закончили работы на улице энтузиастов, ТИС. Также специалисты планируют отремонтировать дорогу от Плотины до улицы Заводская, участки по улицам Московская и Герцена. Производится сезонный осмотр автомобильных дорог ежегодно в весенний период. И также по обращениям жителей, где уже нет смысла помнить ямочный ремонт, желательно более большими картами производить ремонт. И там мы выполняем более плотно, стараемся перекрывать. При этом местам, которые совсем недавно отремонтировали, снова нужен ремонт. Тавтология вполне уместна, если учесть, что качество выполненных работ по некоторым участкам хромает. Существует колейность на покрытиях. И если не прикрывается целиком участок с колейностью, то, само собой, эти неровности так остаются. И там невозможно просто по-другому вровень сделать существующим покрытием. Небольшие перепады все равно, конечно, есть. Если это, будем говорить, что совсем не нормативные какие-то дефекты, где мешает дорожному движению, может, на самом деле, привести к варенье ситуации, то, конечно, в рамках гарантийных обязательств подрядчик должен переделать недостатки. По обращениям саровчан, самые проблемные участки – дороги на 1-е и 5-е КПП, Варламовское, Южное шоссе, проспекты Октябрьские и Ленина, улицы Зеленая, Сахарова и Железнодорожная. Рабочие займутся ими в последующих контрактах. По словам главного специалиста сектора автотранспорта ДГХ, на улицах, которые не войдут в списки, ДЭП обещает устранить дефекты ямочным ремонтом. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Купальный сезон в Сарове начнется не раньше 1 июля. Как сообщает Департамент городского хозяйства, это связано со сфостранением коронавируса. Окончательное решение будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 11 июня. Соответствующие поправки во временные правила оформления и получения выплат подписал премьер Михаил Мишустин. Больничные сроком действия до 11 июня будут выдавать пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса. Не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Как и ранее, никаких дополнительных сведений людям самостоятельно предоставлять не требуется. Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим правилам. О дачной амнистии расскажут по телефону. Горячая линия по этой теме пройдет в следующую среду 10 июня. На вопросы граждан ответят специалисты Росреестра. Звонки будут принимать по телефону 8 831 935 11 82 с 10 часов утра и до полудня. Напомним, до 1 июня 2021 года россияне могут оформить участки под индивидуальное жилищное строительство в упрощенном порядке, то есть без разрешения на ввод в эксплуатацию. По мнению авторов дачной амнистии, это позволит стимулировать граждан строить больше индивидуального жилья. В России расширили программу льготного автокредитования. Как сообщает портал avtomail.ru, в правительстве одобрили новые правила. Они призваны сделать покупку автомобиля более доступной. Речь идет о двух действующих программах. Первый автомобиль и семейный автомобиль, по которым государство компенсировало отдельным категориям россиян часть процентной ставки автокредита. Теперь максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по этой программе, составляет не один миллион, как раньше, а полтора миллиона рублей. За последние недели участились случаи краж дачных участков. Злоумышленники заходят в дом, даже если хозяева находятся рядом. Чаще всего воры носят с собой мобильные телефоны или деньги, но не гнушаются и садовой техникой, и утварью. Если хозяева застают незнакомца в доме, те отвечают, что заблудились, или зашли попить воды. Полиция призывает горожан быть бдительными и сразу прогонять таких людей. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Пять краж произошло в Сарове за минувшую неделю. Злоумышленник через окно проник в офис одного из предприятий города и украл сейф, в котором находилось более 240 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело в пункте Б, части 2, статьи 158. Кража. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, это лишение свободы сроком до 5 лет. Из коса одной из саровских аптек подросток похитил более 6 тысяч рублей, пока фармацевт искала на складе лекарства. Личность вора установлена. Ему грозит административная ответственность. По-прежнему активны в городе телефонные и интернет-мошенники. Гражданке позвонили, представили сотрудниками банка, объясняли, что ее средства не защищены, и их необходимо перевести со сберегательного счета, хочу заметить, со сберегательного счета на другой депозитный счет. В итоге, после разговора, гражданка перевела все свои средства со сберегательного счета в сумме 685 510 рублей. На дорогах за минувшую неделю произошло 8 ДТП, в 5 пострадали люди. На перекрестке улиц Давиденко и строителя Захарова водитель автомобиля, выезжая из прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикл получил у нас телесные повреждения. Получил телесные повреждения в виде перелома костей правого предплечья, перелома правой бедренной кости, перелом костей таза. На улице Силкина водитель Фиата не уступил дорогу Тойоте. В результате ДТП водитель Фиата получил телесные повреждения, а после осмотра врачами был отпущен домой. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саруф-24. Лыжная база в ближайшее время ждет второй этап благоустройства. На объекте планируется устроить площадку для выгула собак, памп-трек, новые мафы. Также на лыжной базе появится кордодром, площадка для запуска моделей самолетов. Подробнее о нем в следующем репортаже. На протяжении нескольких лет Владимир Тютин просит власти города построить в Сарове кордодром, чтобы воспитанники станции юных техников могли запускать свои модели на защищенные асфальтированной территории. Авиамодели достигают скорости до 300 км в час и запускать их обыгде небезопасно. Сегодня нам приходится запускать модели на необорудованных площадках. Это небезопасно. Поэтому кордодром нам крайне необходим. Кордодром построят на лыжной базе и занятия воспитанников станции юных техников станут захватывающим зрелищем для горожан. Саровчане смогут увидеть, как в воздух взмывают гоночные скоростные модели и модели копии. Построен кордодром на лыжной базе, тогда горожане смогут воочию увидеть замечательное зрелище. Это полеты кордовых моделей. Больше того, значит, они смогут и своих детей приобщить к этому увлекательному виду спорта. Воспитанники станции юных техников неоднократно становились призерами и победителями всероссийских и международных соревнований. На новом кордодроме Владимир Тютин планирует проводить и свои соревнования. Это будет еще не скоро. Но уже точно известно, что проект кордодрома разработан и дело сдвинулось с мертвой точки. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ 24. С наступлением теплой погоды в нашем городе появляется все больше детей на самокатах, беговелах и велосипедах. Юные участники дорожного движения порой беспечны и невнимательны. За последние годы дети-велосипедисты неоднократно становились участниками ДТП, получая в этих авариях серьезные травмы. ГИБДД в очередной раз напоминает родителям о правилах поведения для детей на дорогах. В прошлом году на дорогах города произошло 7 ДТП с участием велосипедистов. Из них двое были несовершеннолетними. Чаще всего такие аварии случаются, когда дети проезжают пешеходный переход или выезжают во дворе из-за припаркованной машины. Покупая ребенку велосипед, родители должны рассказать своему чаду о правилах дорожного движения. До 14-летнего возраста он не может кататься на велосипеде на проезжей части дороги. Ребенок не должен перевозить на багажнике либо на раме пассажира. Ребенок должен использовать велозащиту, шлем, наколенники, малокотники. Также ребенок не должен управлять велосипедом неисправным. Детям нельзя управлять велосипедом одной рукой или отрывать ноги от педалей. Обязательно использование велозвонка и в темное время суток световозвращающих элементов. Отпускать юных велосипедистов гулять на улице одних не стоит. До 14-летнего возраста и тем более маленьких детей должны сопровождать родителей, если ребенок управляет велосипедом. Если ребенок чуть уже старше, то дети должны управлять велосипедом либо по велодорожкам, и если нет велодорожек, то по тротуарам, в парках, там, где машина в принципе появиться не может. Дети на самокатах и беговелах относятся к категории пешеходов, но соблюдать осторожность при езде и не забывать про защиту нужно и им. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.